Встреча в Берлине – это вызов Зеленского на ковер? Ну, это необходимость сверить часы, знаете, был такой термин в дипломатии, который мы должны на самом деле эксплуатировать дальше, потому что диалог, он развивается всегда по какой-то динамике, и сейчас, после почти полутора лет без личной встречи, нужно сверить часы с немецким руководством. Сергей Лещенко сегодня у нас в гостях. Это программа «Что дальше?» YouTube-канал «Знай24». Пишите нам комментарии, ставьте лайки, не забываем про подписку и колокольчик. А мы двигаемся дальше. Занял 55-е место в списке 100 самых влиятельных людей Украины по версии журнала «Корреспондент». Также вошел в список 100 героев информации, впервые опубликованной организацией «Репортеры без границ». Счастливый обладатель серебряной кнопки YouTube. Хорошо, но вот встречаются Меркель и Зеленский в Берлине. Это некий такой стратегический политический ход со стороны Меркель. И вот какую суть он несет? Вообще происходящее, конечно, в Германии настораживает, поскольку сегодня в Германии выборы в полном разгаре. И под эту дудочку начали постепенно выпускать, скажем так, джин из бутылки. Этот джин – это возможность Германии опять вести диалог с Путиным, строить с ним какие-то общие планы. Давайте Путина позовем на саммит Евросоюза. Если Баден встретился с Путиным, то почему Евросоюз не может встретиться с Путиным? К сожалению, эта вся динамика последних месяцев не радует в том плане, что Украину начинают выносить за скобки. Потому что для Украины было важно держать санкционную эту броню, поскольку санкции были болезненные для Путина. Они были болезненные в экономическом смысле, потому что доступ и европейских товаров, и товаров, соответственно, российских, плюс санкции политические, когда он был рукой неподаваемый, его никуда не приглашали, били по его эго. А поскольку эго – один из его мотто, то, что движет их… А вот тут уже даже первые протянули руку. А теперь начинают его обратно пускать в приемные покои. Еще за стол не посадили, но уже начинают это обсуждать. Это все симптоматика. Симптоматика, во-первых, то, что в Германии, нужно это признать, в ближайшие месяцы не будет никакого нормального процесса политического. Будут выборчие процессы, избирательные. И в партии, которые возглавляют Меркель, есть серьезный шанс эти выборы проиграть. Поэтому Украине тут по-хорошему нужно просто набрать воздух в легкие. И так, знаете, как под воду погрузиться на 2-3 месяца и дождаться уже голосования. Потому что, если побеждают партии зеленых, все-таки есть серьезный для Украины шанс держать и санкционную политику, и «Северный поток-2» от запуска. Если же партия зеленых по каким-то причинам не наберет ожидаемого результата, она не станет частью коалиции, то это значит, нам нужно готовиться, возможно, к худшему сценарию за последние 7 лет. И тут особо видеть даже в Украине некого. А какой худший сценарий для Украины? Нет, ну восстановление политического диалога напрямую в России с Евросоюзом, попытки склонять Украину к какому-то варианту, который Путин им навяжет в Европе, взамен на свои уже какие-то политические коррупционные предложения. Тут же нельзя скрывать всем очевидно. Так он навязывает один и тот же вариант, это Минские соглашения. Да, он их навязывает, но до сих пор нам удавалось этот сценарий сбивать, поскольку Путин оставался такой определенной персоной нон-грата. На сегодняшний день этот процесс, я повторюсь, он еще не наш, не вышел на такую необратимую траекторию, но он все больше и больше звучит. Давайте вести диалог с Россией. И понимаете, в Германии это та страна, где вот такие зерна лучше всего всходят. Потому что в Германии огромные сентименты к России со времен еще имперского величия обоих государств, когда, по сути, вы не знаю, слышали или нет, недавно опубликовали в датском архиве, нашли, как император Александр Третий поет песню на русском языке с диким немецким акцентом. Это было на BBC, везде это обсудили. То есть, конечно же, немецкий сентимент в Германии, то есть сентимент русский в Германии, он присутствует. И после того, как была оккупирована восточная Германия, там серьезные есть пророссийские настроения. И поэтому эти зерна, их только так, знаете, посыпь сверху, там уже будет буять джунгли через несколько лет. Поэтому нам нужно быть очень серьезно готовым к необходимости отстаивать свой интерес на европейской сцене. Зеленский готов отстаивать интересы Украины? И сразу второй, вы очень так масштабно отвечаете, чтобы я просто не потеряла это нет. Если Путин стал рукопожатный, как вы сказали, то может быть его политика партии немножечко смягчится? Не, ну в любом случае, Путин будет тоже идти на определенные компромиссы в отношении Украины, потому что, условно говоря, если он бомбит украинские города, никто с ним встречаться не будет. То есть он может перейти в стадию, например, замороженного конфликта и продолжать навязывать все-таки повестку Минских соглашений, которые хорошо, что Сурков разговариваются. И вот эти записи Медведчука мы дополнили теперь прямым речью Суркова в интервью террористам, где он прямо говорит, что это победа российской дипломатии. И тут для меня вообще другой вопрос. Я, знаете, не хотел на тему Порошенко переходить, но факт остается фактом. А мы все равно про него сегодня вспомним. Почему он подписал такой формат? И почему там не оказалось американца в этом формате? На что он рассчитывал, когда... Наверное, ему было удобно в такой ситуации? Я думаю, он особо, наверное, и выбирал, но можно же было настаивать на своем. Была ли возможность американцев ввести в этот Минский формат или нет? Поскольку сейчас мы видим, что Германия и Франция, они, знаете, считают, что любые попытки американского влияния – это как вмешательство в их внутренний двор. Это наш внутренний двор европейский, мы здесь сами решаем, кто кого здесь будет бить по углам, кастетом выбивать зубы и лишать материальных ресурсов, гоп-стопом заниматься. Но я имею в виду поведение русских в этом случае. Если бы американцы участвовали в Минском формате, они же изначально были в Женевском формате, они же проявляли определенную заинтересованность, но потом по дороге они потерялись. И вот кто их потерял, тут нужно разобраться. Но это, если мы говорим языком уже Срукова, то это было большое поражение украинской дипломатике, когда потеряли американцев. Зеленский подобрать опять. Поэтому для Зеленского это один из приоритетов – втянуть американцев обратно в этот диалог. И, насколько я понимаю, со стороны американцев эта готовность всегда была, но, возможно, даже при Байдене она будет еще более острая, поскольку… Но если американская администрация и европейцы делают какие-то шаги навстречу Путину, то это должно синхронизироваться с определенными шагами навстречу Украине. И тут Украина может претендовать на что? Ну, как минимум заявлять, да, это северный поток, это вовлечение американцев в Минский процесс, перенос его из Минска в другую столицу, в Венский процесс, в любой город, там, не знаю, в Хельсинки, куда угодно, в инистральную страну в Европе найти можно, плюс компенсаторы за войну, которая случилась, ну и тотальное, там, не включение крымского вопроса в этот вот диалог, поскольку мы не можем. И это имеется в виду, если Путина, конечно, интересует, чтобы уступкой со стороны Запада было признание Крыма. То есть это же, он скажет, я уйду из Донбасса, только признайте мне Крым, потому что Донбасс для него это гангрена, понимаете, он не будет его никогда не включать со стороны России. Пойдет ли на такой Запад? Не, думаю, Запад не пойдет. Это будет, ну, если это произойдет, это будет просто новый передел мира. Это второй Тегеран, не знаю, вторая Ялта. То есть такое, ну, люди, которые под этим подпишутся, они навсегда впишут себя в учебнике истории, черным, черным, знаете, на черном фоном таким. Понятное дело, что один из самых главных вопросов на встрече Зеленского и Маркель, это газовый кейс. Дадут ли денег Украине как компенсацию за то, что они будут использоваться на полную мощь ГТС? Ну, собственно, понятно, что Маркель и Байден будут уговаривать Путина. Пойдет ли он на это? Сколько позволят нам транспортировать через нашу ГТС? И не сделает ли потом шаг назад Путин? Вы знаете, я пытался в этом вопросе разбираться, и мой вывод такой, что здесь никого даже виновным не назовешь, потому что, ну, в свое время эта история откуда родилась? От того, что Украина не захотела создавать газовый консорциум с Россией. Ведь изначально, во время Кучмы, была попытка... А сейчас вообще это реально? Может быть? Сейчас уже не актуально, конечно. Уже вложены миллиарды европейских и, главное, олигархических русских денег в Северный поток, и не запустить его для них это будет просто, ну, как, по сути, украсть эти деньги, да? То есть они их вложили в проект, который не работает. Поэтому, если бы 20 лет назад мы согласились с этим консорцием, возможно, потока не было. Но тогда, если вот вернуться в контекст тех событий, если мы вспомним, что тогда было, тогда, по сути, Россия проводила аннексии молдавской трубы, белорусской трубы. Для Украины сохранить свою трубу была тоже геополитическая задача, как сейчас не запустить Северный поток. Поэтому сейчас задним числом умно, знаете, и красиво можно анализировать. Нужно было создавать консорцию. Но тогда это выглядело как предательство. И на то бы тоже никто не пошел из украинских президентов. Мы готовы были на трехсторонний с немцами. Немцы по дороге тоже потерялись. И мы остались один на один с Россией. Поэтому в какой-то момент Путин просто... У него какая ведь концепция Путина? Он в свое время объявил, что распад Советского Союза это главная геополитическая катастрофа XX века. А у него еще, кроме всего прочего, есть научная работа, которую он не писал. Но тезисы явно соответствуют его мировоззрению. О том, что распад Советского Союза привел к распаду этой единой газотранспортной системы. Тогда как газ, это было одно из способов подавления или политического влияния России на континенте. И, соответственно, распад этой системы, как распад Советского Союза, как последствия от распада Советского Союза, ослабил Россию в ее доминировании, в ее геополитических амбициях. Поэтому сверхзадачей было собрать под зонтиком России обратно эту систему. Что он и сделал в Молдавии, и в Молдове, и в Беларуси. В Украине этого сделать не смог, и поэтому он пошел другим путем. То есть привязал Европу через потоки. И, конечно же, на примере всех этих потоков видно, знаете, как в кабинете Ламброза, насколько европейская бюрократия коррумпирована, продажна, цинична. Ну, люди, которые тебе клянутся в ценностях, в идеалах, цитируют Деголя, Шумана, Аденаура, а сами просто подписывают контракты с Роснефтью, с Газпромом, с Нордстрим-2, там эти Шрёдеры все, эти австрийские канцлеры. Ну, просто, знаете, как бордель соответствующий, там уже собрать из этих отставных политиков. Почему так случилось? Ну, понятно, потому что они работали в своих странах на скромную зарплату и руководимы этими идеалами. Оборачиваясь на Восток, видят, как жируют российские, украинские чиновники, олигархи, и понимают, что жизнь проходит, а все самое лучшее достается другим. И поэтому они где-то начали, знаете, заступать за красную линию. И на сегодняшний день это уже красная линия переместилась так далеко, что моральных никаких рамок не осталось. Поэтому они коррумпировали на части европейского истеблишмента. Они же уже, там, партии открыто финансируют, ну, не открыто, конечно, но практически открыто финансируют во Франции, в Германии, в Австрии и так дальше. И все. И теперь они уже работают лоббистами самой России внутри. То есть Россия, по сути, хакнула, знаете, или даже есть такой термин hijacked, угнала, да, террористы угоняют самолеты, вот это, они хайджекнули демократию, они угнали ее. Европейскую. Да, поставили себе ее на службу. Таким образом, пытаясь реализовать свои геопартические действия просто другими методами. И Украина... Красивое выражение. Россия хакнула европейскую дипломатию. Ну, не демократию. Демократию. Это еще хуже. Потому что идеалы полустолетней давности, с которыми собиралась объединенная Европа, там, Совет Европы и так дальше, но на сегодняшний день, мне кажется, уже сложнее найти в Совете Европы тех, кто этих идеалов придерживается, а тех, кто их ломает или игнорирует, уже, так знаете, можно не хочет. Мы начали говорить про деньги. Давайте продолжим. И про олигархов. Санкции против Фирта Шейфукса. Почему не против Коломойского и Порошенко? Таким образом, пытаются русский капитал выбить из рынка? Ну, во-первых, оба фигуранта, они же, как бы, украинские граждане, да, поэтому... Ну, они с русским капиталом. Я думаю, тут по-другому. Просто эти двое, они слишком очевидные цели для того, чтобы по ним ударить. Порошенко и Коломойский имеют? Нет, имеют в виду Фукса и Фирта Шейфукса. Потому что, ну, во-первых, вспомните Данилова месячной давности. Он сказал, что Украина будет вводить санкции синхронно с американцами. Не помните, да? Не помню. Да, было, было. В свое время он даже назвал цифру, там, сто с чем-то фамилий, которых... Он не назвал фамилии, он сказал, в санкционном списке. Санкции американские бывают визовые, бывают финансовые. И тот, и другой не въездные в Америку. И Фукс, и Фирта Шейфукс не въездные. Соответственно, они, по сути, уже были легкой добычей для санкционного дракона, который их легко поглотил. Но касательно самих фигурантов, ну, там, Фирта Шейфукс, по сути, вы были правы задать вопрос, он является таким провайдером российского влияния. Потому что, смотрите, в газовой игре он появился в начале нулевых, в 2001-2002 год. Каким образом? Тогда газ из Туркместана поставлял Игорь Макаров компанией Этера. Потом Фирта Шейфукс, который работал контрагентом его, он поставлял часть продукции взамен за газ, который уже Макаров отдавал эту продукцию в Туркместан. Он сказал, а почему Макаров? Я тоже могу этот рынок под себя забрать. И он пошел к российским криминальным авторитетам Могилевичу и Мехасю из Солнцевской бригады. Это же не выдумано. Это есть в Викиликс в показаниях, точнее, в шифрограммах, которые отправляло американское посольство после встречи с самим Фиртышем. И сказал, зачем вам нужен Макаров, буду я работать вашим, скажем так, представителем. И договорился, и стал поставщиком, по сути, Туркместского газа в Украину через фиктивную фирму Юралстрансгаз, которую основали три румынских безработные, которая была создана за две недели. Это же не выдумка, это все реально. В Венгрии был момент, когда до конца, по-моему, 2003 года нужно было создать компанию из нерезидентов Венгрии, чтобы получить офшорные нормы, не платить налоги в Венгрии. И они нашли адвоката Могилевича, он нашел трех безработных в Румынии, и они за две недели до окончания дедлайна запустили компанию, и она стала поставлять на миллиарды долларов, десятки миллиардов кубометров газа в Украину. Потом Юралстрансгаз заменили Росукранерго. Фиртыш поднялся благодаря этой схеме, схеме, которая, ну, она коррумпировала всех ПК, и в России точно так же. Потом у него появились связи в Кремле, он за счет Ротенберга купил химические заводы в Украине. Сегодня акции химических заводов находятся в российском фонде, заложены как залог, потому что он-то, взяв деньги, понимал, что он, по сути, свои, извините, яйца сложил в эту корзину. Третий актив, это уже, скажем, третий этап его жизни, это арест в Австрии. Кто за него запутил залог? Василий Анисимов, 125 миллионов евро, российский олигарх. То есть, он, знаете, на каждом цикле он так или иначе связан с русскими, поэтому... А кто тогда следующий может быть? Новинский в Украине? А я вам скажу более того, по-моему, партнеры Фирташа в Украине с большой радостью восприняли новость о том, что его... О санкциях? Ну да, потому что, смотрите, Фирташ всегда был самый крупный в этом партнерстве, потому что он обеспечивал поток денег. немножко подрезали. Соответственно, сейчас ему нужно все это быстро сбрасывать. Ну, на кого же? Он не будет сбрасывать их Бойко, поэтому я думаю, они самые заинтересованные в том, чтобы теперь взять в управление его активы и будут ему там платить какую-то дотацию или содержание в Австрии, а управлять уже будут всем. И они, конечно, усилили свой вес. Поэтому я, на самом деле, если вы обратили внимание, я так и не услышал ни критических заявлений Левочкина, ни Бойко по санкции на Фирташа. А вы слышали? Критических заявлений не было, когда и по Медведчуку ударили. Ну, когда был Медведчук, то были заявления соратников Медведчука, Шуфрича, Козака. Шуфрич, Рабинович, да. Но не Бойко. Шуфрич Рабинович, они поступили по-партнерски, когда их партнеры обидели, Он тихонечко пришел на заседание суда, и все. Кто? Бойко. Да, но мы говорим сейчас Бойко в отношении Медведчука. Это не странно, потому что Бойко и Медведчук конкуренты внутри этого лагеря, и там конкуренция пожестче, чем между полярными оппонентами. А меня интересует другое. Когда Фирташа санкциями наказали, ни Левочки, ни Бойко не вступились в его защиту, аналогично тому, Да никто даже в Российской Федерации Путин не вступился. аналогично тому, как за Медведчука вступились Рабинович, Шуфрич и Козак. То есть там свои, хотя бы свои, хотя бы устно поддерживают, а эти же даже ничего не сказали. Поэтому, ну, Про санкции смотрите. Я думаю, или тут сговор какой-то, то есть они просто там договорились, что они заберут активы, или, ну, просто предали уже, правда, предали Фирташа. А касательно Фукса, там, ну, Можно еще один вопрос по Фирташу? Ударят ли по Интеру? Ну, если посмотреть и провести аналогию с Медведчуком, как все это продвигалось, да, то следующий удар должен быть по медиа. Вы знаете, недавно я с Дмитрием Литрином, это есть такой телеграм-канал Телекошмар, Телекритик, мы с ним общались и пришли к выводу, что канал Интер, хоть и является очень крупным и имеет свою новостейную программу, но его влияние на умы по-моему, минимально. То есть, если посмотреть рейтинги, то да, они не самые большие. Новости на канале Интер, по-моему, это, знаете, это как они вот скапывают ту грядку, которую уже вскопали миллион раз, и там никого уже ничего убежать не нужно, но это очень маленькое поле. То есть, влиять на повестку дня в стране, какие каналы там, на одном в поле все это там наш, на другом там прямой, где-то там есть еще, да, Украина-24, просто-24, то есть, такие каналы медийные или Интер, влияние на информационную повестку, мне кажется, не того интересного, микроскопичного, и поэтому, будет Интер переравлять или нет, на расклад политический, мне кажется, это не влияет вообще, поскольку, как это ни парадоксально, но этот канал перестал быть интересным, с точки зрения политического контента. Фукса. Это другой эпизод, и тут, если я прав, то это гениальный вообще такой тест, стресс-тест, который провел Зеленский в отношении одного из шеерхолдеров, акционеров власти по фамилии Аваков. То есть, Аваков два с половиной уже года министр в пленном президенте, понятно, что Аваков всегда продавал как, что я тебе, Зеленский, позволил избраться президентом, Порошенко хотел фальсифицировать выборы и так дальше, что является очень серьезной манипуляцией, поскольку я убежден, что не будет вместо Авакова любой другой, все равно Зеленский стал президентом, потому что общественное мнение было тотально на стороне Зеленского, но Аваков это так завернул. Ну, кстати, Аваков, по-моему, против голосовал, да, если не ошибаюсь? Нет, он типа был за то, чтобы не было злоупотреблений, и таким образом, благодаря тому, что они пресекали карусели, Зеленский стал президентом. Вот это выдуманная история. Так, в том-то и дело, что два человека, Разумков и Аваков, не голосовали за Фирташа и Фукса. За Фирташа Авакова, я думаю, паровозом не голосовал, главный был Фукс, конечно же. Теперь возвращаемся к стресс-тесту, который провел Зеленский. То есть Аваков всегда себя вот так презентовал, что я, значит, тебя сделал президентом, что это является неправдой, конечно же, но это, в свою очередь, давало ему какие-то моральные, моральное право требовать себе особого отношения, и вот он таким образом уже два с половиной года министр. Хотя, понятное дело, что никто за Авакова на министра не голосовал, и если бы Зеленский объявил перед выборами, что я ставлю Авакова министром, думаю, что его рейтинг бы чуть-чуть просел перед президентским выбором. Понятное дело, что Аваков ассоциировался даже не с прошлой властью, а с позапрошлой. Он пришел еще при Турчинове, и его пребывание уже лишило какого-либо смысла для страны. То есть для Авакова, для самого, конечно, пребывание во власти важно, а для страны семь с половиной лет – это рекорд Украины, и понятно, что если ты делаешь реформу, вы их делаете за первый год, за два. Но через 7,5 лет никаких реформах речь не идет. Поэтому для страны это просто топтаться на месте. Я не говорю, может быть, откатом назад особо тоже нет. Ну вот так мы стоили, никуда не движемся. Поэтому Зеленский решает провести стресс-тест и проверить, как проголосует Авакова. Аваков не проголосовал. То есть он, по сути, предложил ему выбрать. Ты за кого? Ты за меня, как и Екимова, или за своего партюра Фукса? А что тогда дальше? Будут давить Авакова? Я думаю, что теперь у Зеленского есть моральные весты, сказать, ты сделал свой выбор, да, пожалуйста, вот Фукс, вот личная жизнь, можно сюда ее заняться. А теперь здесь нужно заниматься кастингом нового министра. Разумков почему голосовал против Авакова и Фукса? Нет, против Фирташе и Фукса. О, простите, оговорилась. По Фрейду. Нет, тут все понятно. Потому что Разумков строит свое будущее уже без Зеленского. Он совершает типичную ошибку спикера. Когда ты сидишь на парламентской трибуне, тебя все время показывают по телевизору, есть даже прямая трансляция на канале Рада, к тебе приходят уважаемые люди, просят включить в повестку дня законы. Я не говорю, что там чемоданы какие-то заносят, просто этого не знаю, но кресло спикера способно вскружить голову любому. И почему-то возникает ощущение, что вот у всех спикеров не вышло, а вот я точно с кресла спикера построю карьер. Думаете, не выйдет у Разумкова? Ну, посмотрите на примеры спикеров. От Гройсмана, Порубия, Яценюка, Рыбака, Литвин. Ну, вот Разумкова – это Литвин номер два. И вот точно-то только один к этому шел, все-таки построив длительный такой шлейф. А если у Разумкова будет хорошая поддержка? Был главой администрации, потом спикером стал и все равно не взлетел. Разумков точно так же почему-то считает, что кресло спикера – это трамплин, и он теперь неизбежно станет известным политиком. На самом деле кресло спикера топит, потому что граждане, обыватели, я же пять лет все-таки был в парламенте, я понимаю, что ты в парламенте не можешь ни для кого быть хорошим. Никогда ни один депутат не будет хорош, ни более спикер. Спикер – это он тянет на себя весь нибудь в парламенте. А позитива парламента люди не замечают никогда. И, соответственно, кресло спикера только способно посеять такое ложное ощущение собственной значимости и важности. Только ты теряешь это кресло, завтра о тебе забывают. Некоторые успевали еще дачи за это время как бы там построить и жить на них, а сейчас же дача модная наоборот. Скидывать. Сбрасывать, поэтому даже Разумкова дача не достанется. Поэтому на нем будет тянуться этот вот шлейф негатива парламента. А там будет постоянно, кто-то, извините, будет мастурбировать под партой, кто-то будет с любовницами или с проститутками переписываться, кто-то будет взятки раздавать. И это все будет капать ему на имидж, потому что он глава этого органа, он за него отвечает. Хотя это невозможно, чтобы спикер отвечал за парламент, за парламентариев, потому что каждый парламентарий звезда сам по себе. Но в глазах обывателя ты начальник парламента, ты не смог навести порядок. Соответственно, ты за это должен тоже отвечать. И поэтому при всей этой значимости, он точно так же, как Литвин, может быть, он сделает один раз рывок и зайдет в парламент, преодолеет барьер. Но сейчас это, мне кажется, будет сложнее, если закон... Поэтому ему выгодно, чтобы олигархи как раз оставались при власти. Потому что он для них стал, знаете, как свободное окно. Вот к Зеленскому ты уже все, уже не можешь так прийти. А вот у Разумкова есть свободное окно. Обращайся туда, он где-то закон... Свободное окно в виде господина Ахметова. Ну, знаешь, в Магдональдсе, вы знаете, там есть вильна касса. Вот тут есть свободное окно. Подходи к Зеленскому, уже, значит, не надо идти. Иди к Разумкову. Может быть, это будет проще добиться. Поэтому он стал такой альтернативой. Но если деолигархизация дойдет до конца, в чем уже Разумков не заинтересован, то, конечно, его шансы еще ниже станут. Давайте здесь поставим три точки. Вам огромное спасибо, что сегодня к нам заглянули. Наш карантинный жест. Спасибо. И на этом пока заканчиваем. До свидания.